Не наказать, а защитить. Вот главная цель проверок соблюдения масочного режима в транспорте. Совместные рейды проводят представители департамента транспорта администрации Самары, дружинники и полицейские. Сегодня они проверяли, надевают ли пассажиры маски в автобусах и трамваях на остановках Паново-Садовой. Как показала проверка, большинство прислушиваются к рекомендациям санитарных врачей и пользуются средствами индивидуальной защиты. Сейчас время такое пришло. Маски обязательно надо носить, одевать. Все меры приятного осторожности надо, чтобы соблюдать. Мы видим, что, конечно, подавляющее большинство пассажиров общественного транспорта у нас соблюдают требования, носят маску так, как положено. Она надета на нос, а не опущена на подбородок. И, тем не менее, мы эту работу не останавливаем. Рейды по контролю за соблюдением предписаний Роспотребнадзора проходят ежедневно. За время пандемии на пассажиров было составлено 140 протоколов. В метро недопущено около 9 тысяч человек. Еще порядка 1200 человек высадили из транспорта из-за отсутствия средств индивидуальной защиты с начала сентября. Я считаю, что они подвергают риск себя и других. Ну, себя как бы это их дело. А то, что может как бы другие пострадать люди, я считаю, что это неправильно. Нужно ответственность какую-то иметь перед тем, что люди-то могут заболеть. Подобным проверкам жители Самары относятся с пониманием. Штраф за нарушение масочного режима от 1 до 30 тысяч рублей. Чтобы уйти в Новый год без забот, не стоит забывать о мерах безопасности. Кроме того, представители компаний-перевозчиков усилили проверки по выявлению безбилетников. Нарушителям грозит штраф в 500 рублей. На самом деле это очень важная составляющая, чтобы пассажиры оплачивали свой проезд. Потому что это влияет. Если транспортное предприятие недополучает прибыль, мы не можем позволить себе приобрести новый подвижной состав, будь то новый трамвай или автобус. Поэтому, в принципе, пассажиры заинтересованы оплачивать свой проезд, чтобы улучшать комфорт своего проезда. Перевозчики также, в свою очередь, стремятся обезопасить пассажиров. В транспорте перед каждым рейсом проводится обязательная дезинфекция специальными препаратами. Мэриил Чан, Николай Сидоров, События.